В позапрошлом году объем российского рынка спецтехники, перевысив все ожидания, увеличился на 31%. В 2019-м темпы роста замедлились до 12%. Да, продажи в плюсе, но этих результатов недостаточно, считают в ассоциации европейского бизнеса. Мы упали очень серьезно в 2014-2015 году и растем очень медленно. Нам нужно вернуться на те высоты, где мы были, и оттуда еще вырасти, может быть, даже раза в два минимум. В прошлом году выросли продажи грузовичков с бортовым поворотом, колесных и гусеничных экскаваторов, тракторов, а также экскаваторов-погрузчиков и колесных погрузчиков. Падение же продемонстрировали такие сегменты, как самоходные грейдеры, сочлененные и карьерные самосвалы. Отдельной статистики по иностранной и отечественной спецтехнике у комитета нет, но по некоторым данным поставки последней увеличились на 6%. Утилизационные сборы и так далее, они тоже очень негативно влияют на покупательскую способность, потому что я упоминал о том, что это миллионы рублей на каждую машину. И наш настрой был более негативным до того, как Минпромторг все-таки решил не повышать эти сборы. Прогнозировать результаты продаж 2020 года в ассоциации европейского бизнеса пока не берутся, ведь многое зависит от ситуации на глобальном рынке. В России, мне кажется, что сейчас должна стабилизироваться на рынке обстановка, а если какие-то глобальные будут моменты воздействовать на нас, то мы просто часть глобального рынка. Продолжение следует...